Ассаляму алейкум, дорогие телезрители! С вами прямой эфир программы Макс Дамаселе. И в нашей программе вы узнаете что-то новое, нужное и, конечно же, полезное для вас. Сегодня в программе мы с гостями нашей студии поговорим о таком нещадящем и коварном заболевании, как менингит. Они также расскажут нам о причинах и лечениях этого заболевания. У нас сегодня в гостях Кадышева Инна Леонидовна, врач-инфекционист высшей категории, заведующая отделением воздушно-капельных инфекций и особо опасных инфекций городской клинической больницы имени Жекеновой. И также у нас Садыкова Айнур Мараловна, врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных и терапических болезней Казахского национального медицинского университета имени Асфиньярова. Добрый вечер, здравствуйте и добро пожаловать. Действительно, очень серьезное, довольно-таки грозное заболевание менингита на сегодняшний день. Нужно рассказать нашим дорогим телезрителям о мифах и реалиях этой болезни. Инна Леонидовна, расскажите, пожалуйста, что такое менингит и чем он опасен? Менингит – это воспаление мозговых оболочек. Как правило, это не заболевание, это синдром, который характеризуется поражением центральной нервной системы. Причинами менингита могут быть и вирусы, и бактерии. И в зависимости от этого менингиты могут быть серозные и гнойные. Когда пациенты поступают к нам в больницу, мы проводим дифференциальную диагностику для того, и компенсировать серозные и гнойные, от этого будет зависеть лечение. Ну вот существуют формы менингита, да? Расскажите поподробнее о них. Формы менингита, конечно, существуют. Мы, как уже сказала Инна Леонидовна, причиной могут быть бактерии, могут быть вирусы, могут быть простейшие, могут быть также грибки. То есть самое грозное среди менингитов – это менингококковая инфекция. Менингококковая инфекция, она вообще бывает, какие же клинические формы менингококковой инфекции? Бывают генерализованные и локализованные формы, а также редко встречающиеся формы. К локализованным формам относятся острый назофарингит, менингокококоносительство относятся, а к локализованным формам относятся менингокококцемия, относится менингит, менингоэнцефалит. Иногда бывают смешанные формы – это менингит и менингоэнцефалит. Ну там целый букет, да? То есть какие наиболее распространенные на сегодняшний день встречаются именно в вашем стационарном отделении, скажем, инфекционной больнице? У нас в отделении чаще всего встречаются, конечно, тяжелые формы, то есть генерализованные формы. Вот локализованные формы – это, как правило, легкая и средняя степень тяжести. И они больше наблюдаются на амбулаторном уровне. В стационар все-таки поступают пациенты с средне-тяжелыми и тяжелыми формами. То есть это уже генерализованные формы – это менингит, менингоэнцефалит и менингокококцемия. Вот пациенты, которые поступают в стационар, причинами у них могут быть различные симптомы от головной боли, от высокой лихорадки до тошноты, рвоты. И могут быть какие-то легкие катаральные явления. Поэтому такие пациенты часто не обращают на это внимания и скорую помощь не вызывают. Почему? И опасен менингит. И лечатся самостоятельно дома, принимая, как обычно, обезболивающие, жаропонижающие препараты. А в стационар, когда совсем уже не в МАГАТУ, когда уже им ничего не помогает, только тогда пациенты вызывают скорую помощь и по тяжести поступают к нам в больницу. То есть давайте тогда поподробнее остановимся на путях передачи. Как он передается? Где он передается? Возможно, от климата зависит, от каких-то вот, да. Ну, источником инфекции является больной человек, или бактерия-носитель, или вирусы-носитель. Пути передачи. Обычно вот менингококковая инфекция, она передается воздушно-капельным путем. То есть при чихании, при кашле, если есть у человека насморк, допустим, так же, это вот пути передачи. Так же может быть еще алиментарный путь передачи, водный путь передачи. Сезонность обычно встречается в весенний-зимний период. А вот, как сказать, были менингиты лептоспирозные, энтеровирусные менингиты могут быть, которые встречаются в летний период. Вот скоро начнется сезон, купальный сезон. То есть бассейны, плавательные бассейны, Копчегайское водохранилище. Поэтому могут быть и менингиты различной этиологии. То есть это могут быть и вирусные, и бактериальные могут быть менингиты. Но вот самые, скажем, банальные симптомы, вот что должно настораживать каждого из нас? Вот что вообще ощущает человек? Как правило, это повышение температуры. Да, первое. Может быть, со зном, может быть, с жаром тела, с потливостью. Это упорная головная боль. Не просто головная боль, которая сопровождает человека. А упорная головная боль. Это сопровождающаяся тошнотой, рвотой, не приносящей облегчения. Иногда нам пациентов привозят с отравлением. То есть думая о том, что это отравление, тошнота, рвота, они обращают внимание на головную боль, на температуру и путают с какими-то кишечными заболеваниями. И когда такие пациенты все-таки поступают на стационар, мы проводим дифференциальную диагностику на уровне приемного покоя. Делаем спинномозговую пункцию таким пациентам. И по спинномозговой пункции, по ее показателям, мы судим о том, есть у человека менингиты или его нет. То есть это метод диагностики, не лечения и профилактики, да? Это диагностики. Потому что другими путями поставить менингит, к сожалению, невозможно. Ни по общему анализу крови, ни по компьютерной томографии, ни по рентгену. Необходимо сделать спинномозговую пункцию. И у нас очень часто бывает, что пациенты отказываются. И это большие сложности на уровне диагностики. Нам приходится уговаривать, беседовать с родственниками, объяснять, что это безопасная процедура. И она очень необходима и не только с диагностической целью, потому что спинномозговая пункция, она является и лечебной. Потому что при выведении жидкости уменьшается головная боль. Как правило, больному сразу наступает облегчение. Ну и, естественно, диагностическая процедура. Потому что по показателям спинномозговой пункции мы судим о том, какой менингит и есть ли вообще менингит. Иногда бывает, да, действительно. Есть и показатели все в норме, то тогда такие пациенты, они проходят лечение уже по другой нозологической форме, то есть не по менингиту. То есть проводится именно диагноз в профильных отделениях. Ну вот Айнур Мораловна, получается, смотрите, вот часто слышишь, ну вот родители пугают детей, не ходи без шапки, скажем, в холодное время суток, да, скажем, в холодное время, ну в зимнее время, скажем. То есть не ходи без шапки и заболеешь менингитом. Ну то есть реально ли это угроза? Вот это утверждение, неправильное утверждение, что если ходишь без шапки, то можешь заболеть менингитом. Мы уже сказали, возбудителем данной инфекции могут быть, это бактерии могут быть, это вирусы могут быть, протозойны и могут быть, это грибки могут быть, сказали, да. Поэтому вот это утверждение, это неправильное утверждение. Переохлаждение может быть просто фактором переохлаждения, он может просто способствовать. Когда возбудитель попадает в организм, он проникает через гематоэнцефалические барьеры, возникает менингит. Это может способствовать, но никак не быть именно причиной развития менингита. Какие осложнения могут настигнуть человека, если он вовремя не обратится к врачу, к специалисту? Ну, вы знаете, осложнения, если вовремя не обратиться, осложнения какие бывают? Инфекционно-токсический шок может быть. Это такое. Грозные осложнения, как отек и набухание головного мозга. Острая почечная недостаточность. Надпочечниковая недостаточность. Синдром Уотерхауза Фредерихсона именно при менингококцемии. Вот такие вот осложнения. Поэтому, я думаю, необходимо при появлении первых же симптомов, как повышение температуры лихорадки, также упорно-сильной головной боли, рвоты, которые не приносят облегчения, не связанные с приемом пищи, необходимо вызывать бригаду скорой помощи, не заниматься самолечением, потому что каждое упущенное время работает против нас, против врачей работает, также и против здоровья пациента. Ну, скажем, много стационарных отделений и вообще клиник по Казахстану, да? Ну, вот если брать вашу клинику, да, Инна Леонидовна, как вас, вот вы принимаете, то есть таких пациентов, которые попали к вам с менингитом? Эти пациенты чаще всего приезжают, конечно, по скорой помощи, реже по самообращению, потому что мы уже говорили об этом, пациенты, если упустили этот момент, то, естественно, они по экстренности приезжают в бригаду скорой медицинской помощи. Их принимают в приемном покое, осматривают врач приемного покоя, проводится дифференциальная диагностика, мы говорили уже о спинномозговой пункции. И если действительно менингит подтверждается, дальше он сопровождается в профильное отделение, где уже происходит лечение. Если пациент очень тяжелый, то он поступает в отделение реанимации, интенсивной терапии. И, к сожалению, такие нередкие случаи, когда пациенты, уже минуя приемный покой, сразу поступают по тяжести в отделение интенсивной терапии. У нас наряду телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Да, да, да. Да, добрый вечер, точнее. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете задавать вопрос? Я хотела узнать. Я хотела узнать. Вот у меня постоянные головные боли. И я хотела узнать. Вот снять диагностику головы. Вот врач сказал, вот там у вас сидит приемный в белой кофточке, что это обязательно можно узнать, сделать диагностику. И куда обратиться мне? Может, у меня легкая форма? И в конечном счете, там уже бывает предельная черта, когда будут болеть, чтобы не доводить до этого, а заранее узнать, у меня есть ли вот эти менингитовые эти. Да, все понятно, спасибо вам большое. Инна Леонидовна? Да, такие пациенты могут обратиться или к инфекционисту по месту жительству, или к невропатологу лучше. Я думаю, что все-таки у данной пациентки все-таки это неврологические какие-то симптомы. То есть обратиться к невропатологу, где проведут осмотр пациента, где проверят, есть ли у него менингиальные знаки, которые характерны для именно менингита. И если будет такая необходимость, то в дальнейшем рекомендуют или МРТ головного мозга, или эхоэнцефалографию, или какие-то другие исследования, которые помогут правильно выставить диагноз. Спинномозговая пункция не проводится всем подряд. Есть строгие показания. То есть это не так, что пациент пришел, жалуется на головную боль, и сразу же ему сделали пункцию. Нет, это очень строгие показания. Это должна быть упорная головная боль, это должна быть предшествующая головная боль, это должна быть рвота, не приносящая облегчение, это должна быть лихорадка. То есть должен быть какой-то, мы говорим, эпитанамность. То есть есть и причина для того, чтобы пациент заболел. И только по строгим показаниям проводится. И есть у него менингиальные знаки. Если их нет, то лучше все-таки, чтобы это смотрел врач-невропатолог, сделал необходимую диагностику, если она необходима. Может быть, это мигрень, может быть, это какие-то сосудистые проявления. То есть это не обязательно, чтобы был менингит. Также вот, получается, как-то существуют упражнения, да? То есть чтобы проверить, есть ли в человеке... Обязательно, обязательно. Есть определенные приемы или симптомы, которые проверяются, если у пациента менингит. То есть это не просто там только на субъективных жалобах пациента. То есть голова как-то задирается, да? Да, да, есть определенные. Если боль есть в шейной части, да, в воротниковой? Да, да, да. Может, проверяется, да. Ну, давайте мы поподробнее остановимся на методах лечения, да? Вот как лечить менингит? Ну, прежде чем, наверное, начать... Может, существуют какие-то инновационные технологии, по которым сейчас, на сегодняшний день лечат его? Ну, прежде чем рассказать о лечении, наверное, все-таки надо остановиться на методах диагностики, как диагностировать. Как уже сказали, первый метод диагностики – это на уровне приемно-консультативного отделения необходимо проверить менингиальные знаки. Затем, если положительные менингиальные знаки, то тогда рекомендуется, конечно, спинно-мозговая пункция, анализ ликвора. И уже после определения, какой это менингит, в дальнейшем мы определяем тактику ведения пациента и уже лечения. Ну, лечение... Мы остановимся тогда на лечении после телефонного звонка. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Ассаламу алейкум, добрый вечер. Вот когда-то, буквально года 3-4 назад, у меня были симптомы. Очень болела голова, буквально зимой простыл. Сопровождалась температурой около 39 и выше. Это все дня 3-4 я проболел. Не придал этому значению. Пронес это все дома, все это заболевание. Но спустя вот это время, вот у меня сейчас признаки тошноты, безудержной рвоты ближе к утру открываются. Проведя МРТ, я сделал МРТ и ретроцеребральная киста размером буквально 55 на 20, которая вот буквально сейчас у меня тяжело дышать, заложила в сторону, давит, видимо, на мозг сдавливать. Я вот не могу одной стороной дышать, и зрение очень упало на одной стороне. Возможно ли эти последствия спустя такое время? Спасибо большое за вопрос. Все симптомы, да, Инна Леонидовна? Что вы можете сказать? Как правило, я не думаю, что это был менингит. Почему? Может быть, это был гайморит в тот момент. Может быть, был фронтит, этмейдит. То есть очень много других заболеваний, которые сопровождаются головной болью, тошнотой рвотой. Потому что последствия менингита он не мог перенести на ногах. То есть в любом случае, если менингит не лечит, то он прогрессирует. И без медицинской помощи он бы не обошелся. А раз все обошлось, и, конечно, уже прошло 3-4 года, сформировалась киста, мы не знаем причину этой кисты. Все-таки нужно обратиться к невропатологу, посоветоваться с нейрохирургией. Может быть, необходимо оперативное лечение. То есть сейчас здесь нужно работать в другом направлении. Это не связано с последствиями менингита. Это все-таки больше неврологическая и нейрохирургическая патология. Да, конечно, сейчас могут быть симптомы, могут быть и тошнота, и рвота. Но менингит может развиться как последствия. Здесь сейчас трудно об этом говорить. Неврологические заболевания. Иногда бывает, например, к нам пациенты поступают, мы же проводим дифференциальную диагностику не только менингитов. Мы же таких пациентов, если проводим спинномозговую пункцию, мы же их отправляем даже с нарушением мозгового кровообращения. То есть это не обязательно, чтобы мы их госпитализировали к себе стационар и выставили диагноз менингит. То есть это может быть и ОНАМК, и мы таких пациентов перенаправляем уже для лечения в неврологическое отделение. А здесь в данном случае у молодого человека все-таки необходимо обращаться к нейрохирургу. То есть это получается молодому человеку нужно обратиться по месту жительства, сходить в поликлинику. Сходить в поликлинику или, как он там считает нужным, может быть, даже в платные частные центры. Но в своей поликлинике то же самое есть и инфекционисты, и невропатологи. И дальше, если необходимо будет специализированная помощь нейрохирурга, то там также ему помогут, подскажут, куда обратиться. То есть перенаправят, да? Перенаправят, да, да, да. Ну, значит, мы о диагностике, о методах диагностики поговорили, да, Айнур Мораловна? Теперь расскажите вот о лечении. Какое есть лечение? Лечение в зависимости. Вообще существует этиотропная, патогенетическая, а также симптоматическая терапия. Ну, в зависимости от возбудителя, как мы уже сказали, это могут быть вирусы, бактерии. Мы назначаем препараты. То есть это, если менингит вызванный бактериями, то мы назначаем антибактериальную терапию. А если менингит вызванный вирусами, то тогда противовирусные препараты. Также патогенетическую терапию, дезинтоксикационную терапию проводим, гормонотерапию в тяжелых случаях проводим, витаминотерапию проводим. То есть это все относится к антибиотикам? Нет, это все не относится к антибиотикам. В плане этиотропного лечения, этиотропное лечение направлено на устранение возбудителя. Вот, как я уже сказала, антибиотики, они направлены на менингиты, вызванные бактериями. А противовирусные препараты, они направлены на устранение вирусов. То есть возбудитель может быть вирусом. Вот в плане диагностики еще бактериологическое исследование. Необходимо мазок из носоглотки, крови, бактериологическое исследование на менингокок. Обычно проводим в целях дифференциальной диагностики, чтобы выявить. И также в плане диагностики для выявления туберкулезного менингита необходимо анализы, такие как экспресс, G-экспорт, ХН-тест. Существуют такие анализы для экспресс-диагностики. Ну то есть, смотрите, в рамках этой диагностики, эту диагностику проводят именно в стационарных отделениях клиники. Да. Пациент поступает и сразу его... Ну, бывают случаи, знаете, бывают случаи и таковы, что менингиты поступают не только в инфекционный стационар. Как мы уже сказали, может быть головная боль, может быть рвота. Как мы знаем, головная боль не обязательно, чтобы при менингитах была. Головная боль может быть и при повышении артериального давления. Правильно? Рвота может быть и при других неврологических заболеваниях. Такие больные могут поступать во все стационары города. Во все стационары города, в многопрофильные стационары. То есть, это... То есть, под наблюдением врача? Да, в первую. Потому что бригадой скорой помощи, они доставляются в крупные стационары нашего города. Это могут они в Калкаман доставить бригадой скорой помощи. Могут в 12-ю центральную городскую клиническую больницу. Могут в 4-ю городскую клиническую больницу. И наши врачи-консультанты, это врачи инфекционного стационара, это заведующие нашей городской клинической инфекционной больницы, а также сотрудниками кафедры, профессорско-преподавательским составом нашего университета. Во главе заведующей кафедры Аман Гулькуан-Бековны осуществляется консультация по всему городу. Даже бывают на республиканском уровне. Выезды в области, авиаперелеты осуществляются. Когда встречаются тяжелые случаи, когда требуется консилиум, несмотря на ночь, на день, наши консультанты выезжают и осуществляют эти все консультации. Дорогие телезрители, ну а я еще раз напомню, что мы в прямом эфире. Вы можете задать вопрос нашим гостям и специалистам. Номер телефона нашей студии 313-18-24, 313-18-25. Инна Леонидовна, ну вот, а как быть вообще беременным женщином? Как вот у них протекает именно менингит? И как он лечится? К сожалению, такой контингент к нам поступает. И в нашем отделении бывают такие пациентки, которые, конечно, беременность усугубляет течение данного заболевания. Потому что здесь может быть не только угроза для самой пациентки, но и угроза для плода. Такие пациентки поступают, они также проходят лечение и с успехом вылечиваются. Так что здесь нет никакого подразделения на мужчин, на женщин, на женщин небеременных. То есть им также оказывается квалифицированная помощь. Также проходит лечение. А остается ли какой-нибудь отпечаток на плоде, на ребенке в дальнейшем? Если это уже большой срок беременности, когда идет закладка органов, то, как правило, никаких последствий нет. Они рожают, их родоразрешают, они рождают здоровых детей, и все проходит благополучно. Такие пациентки сами потом наблюдаются. Вообще все больные, которые перенесли менингит, они в течение двух лет стоят у невропатолога на учете и проходят диспансеризацию. Потому что, как говорила Нурморал, могут быть различные осложнения и последствия менингита в виде, например, цереброастынии. То есть это могут быть также и головные боли, и тошнота, какое-то общее недомогание, быстрая утомляемость. И это не будет связано уже с менингитом, потому что ликвор, который мы в дальнейшем делаем, это же неоднократно проводится спинномозговая пункция. То есть на протяжении лечения у нас пациенты иногда бывают и лежат и 50, и 60 дней. И на протяжении такого длительного времени им неоднократно берется спинномозговая пункция. И как только, вот как общий анализ крови, он санируется, так же и ликвор. У него есть свои показатели, которые приходят в норму. И только после них мы выписываем пациентов. То есть, получается, смотрите, лежат 50-60 дней в стационарном отделении беременные женщины? Нет, нет, все, все, все. Не имеет значения? Не имеет значения. То есть здесь зависит же и от самого организма, как он воспринимает лечение. Насколько у него снижена иммунная сила. Тут не столько зависит от лекарств, это не говорит о неадекватном лечении. Это говорит о том, насколько организм правильно отвечает, насколько снижена реактогенность, реактогенность самого организма. Поэтому приходится иногда вот так долго и упорно лечить. Айна Мараловна, ну то есть вылечивается, да, менингит? Да, вылечивается менингит, вылечивается менингит. Но, как уже сказала Инга Леонидовна, бывают последствия менингита, да, как снижение слуха, снижение зрения, снижение работоспособности. Вот такие могут быть последствия после перенесенного менингита. Но после перенесенного менингита они в течение двух года должны наблюдаться в поликлинике по месту жительства у невропатолога. Вот, и могут все вопросы, какие их интересуют, задать невропатологу в процессе наблюдения в течение двух этих двух лет. А у нас телефонный звонок. Добрый вечер. Ассаламу алейкум, вы в прямом эфире. У меня с вами лежит часть данной времени реанимации. Поставили диагноз острый паралич. Вчера взяли анализ из позвоночника. Да, да, да. Да, 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 говорите, мы вас... Халай, Владимир, инвелидно. Жидкость из позвоночника взяли, да? Ну, спинномозговую пункт, острый паралич. Мозговую пункцию, да. Правильно. Хорошо, мы у вас вопрос поняли. Инна Леонидовна, что делать вот? Пусть родители не волнуются, потому что в зависимости от самого показателя спинномозговой пункции будет зависеть, выставит ли ему диагноз менингит, будет ли это какой-то другой диагноз. То есть разберутся, это очень правильная диагностическая процедура. Это необходимо сделать, несмотря на то, что она пугает родителей. Но это бесследно проходит, то есть последствий после самого проведения спинномозговой пункции не бывает. И все наладится, и будет нормально. Да, мы, как уже сказали, и проводятся с лечебно-диагностической целью. Поэтому необходимо выставить диагноз в плане этого и с лечебной целью. А вот Инна Леонидовна, может ли менингит привести к инвалидизации? То есть к какому-нибудь параличу? Ну, как правило, нет. Как правило, нет, если это очень тяжелые формы, очень тяжелые формы, которые были осложнены этим отеком набухания головного мозга. Или это не столько менингит, а менингоэнцефалиты, когда затрагиваются уже не только мозговые оболочки, а вещество мозга, то тогда, да, тогда могут быть более серьезные осложнения, которые очень длительно лечатся у невропатологов уже в поликлинике по месту жительства. Ну вот, получается, вообще, на сегодняшний день действительно менингит очень актуальной темой остается, да, потому что именно это заболевание обсуждается, ну, везде действительно, во всех социальных сетях. Вот. И, то есть, летальные исходы, есть ли летальные исходы? Они бывают, но они редкие. К счастью, они очень редкие. Бывает, все зависит от того, когда пациент поступает. То есть, Айнар Мураловна уже говорила, что время работает не в пользу пациента. То есть, как только у пациента появились первые признаки заболевания, не стоит дома заниматься самолечением, а необходимо вызвать скорую помощь, потому что менингитом играют не только дни, а часы оказания помощи. Чем раньше пациент приезжает в стационар, тем наиболее благоприятный исход. Естественно, если он, вот как у нас очень часто бывает приезжать, через 2, 3, 4, 5, 6 дней, естественно, такие пациенты очень длительно находятся потом на госпитализации, потому что восстановить какие-то участки мозга уже бывает очень сложно. Ну вот бывают даже такие случаи, когда, скажем, пациент, человек, у которого менингит, впадает в кому, да? Впадает в кому. Когда он отек набухает. Да? Да, это когда тяжелые осложнения, когда возникает отека набухания головного мозга, да, тогда бывает. Ну, получается, здесь существует какой-то аппарат, который стягивает, получается, да, именно вот этот воспалительный процесс или нет? Нет. Нет, нет. Пока нету, да? Нет, 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 нет. Айнур Мараловна, то есть, ну вот мы говорили о методах лечения, да, получается, а вот детей можно ли прививать или вообще вот что вы скажете о прививках? Да, на данное время существует метод профилактики, как вакцина-профилактика. То есть, поэтому необходимо прививать именно вот от гемофильной инфекции можно будет привить, но вот от пневмококковой инфекции, которая наиболее часто встречается у детей и у пожилых людей, тоже есть вакцина от пневмококковой инфекции, но он не входит в национальный календарь прививок. А что такое национальный календарь прививок? Это национальный календарь прививок, календарь, где расписаны по месяцам, по годам, возможны вот эти обязательные прививки, которые необходимо получать вовремя. То есть, получается, если еще раз вернуться и уточнить, вообще, менингит, это посезонное заболевание? Мы уже говорили о том, что менингит, это все-таки возбудители могут быть разные, поэтому Нурмораловна хочет донести о том, что, может быть, возбудитель разный, и привиться, к сожалению, можно от нескольких инфекций. То есть, это может быть и гемофильная палочка, это может быть и пневмококк, это может быть и менингококк, да, существует вакцинация сейчас. Поэтому есть некоторые вакцины, которые направлены на возбудителя, но они не входят в национальный календарь, поэтому приходится родителям делать самим, самим приобретать. То есть, есть обязательные, которые гарантированным объемом медицинской помощи обеспечиваются, а есть, которые не входят, но их желательно сделать, потому что никто не застрахован, какой возбудитель может попасть в организм ребенка. А вообще, получается, это заболевание может как-то способствовать нашему умственной части, то есть, интеллектуальной, к снижению ведет или к снижению? Конечно. Вот мы говорили об астонизации, которая наступает после менингитов. У таких пациентов снижается внимание, снижается память. Они могут быть агрессивными, могут быть, наоборот, депрессивными. То есть, поведенческие какие-то расстройства могут быть. Они потом пройдут. Но пройдут тогда, когда пациент будет обращаться к врачу. Если он не будет преемственности между врачом стационара и поликлиники, может очень плохо закончиться. Потому что вот этот период адаптации и реабилитации, он очень длительный. Поэтому мы всегда рекомендуем и пишем в своих выписных эпикризах, чтобы пациент обязательно обратился, чтобы его взяли на реабилитацию. То есть, то, что мы проводим в стационаре, это первый этап только лечения. А в дальнейшем нужно будет и проводить реабилитацию, и в условиях поликлиники, возможно, даже санаторно-курортное лечение, может быть, физиопроцедура. Но это все потом в дальнейшем. В острый период это не проводится. Поэтому заниматься менингитом нужно серьезно, и последствия менингита очень серьезно и длительно. То есть, не бросить на том этапе, как закончилось стационарное лечение. А, как правило, мы встречаемся с такими пациентами, которые, например, в детстве перенесли менингит, и они приходят с поведенческими расстройствами. То есть, они более эмоциональные, они более агрессивные, они более раздражительные. То есть, это все может быть последствия менингита. Вот, Айнур Мараловна, получается, у менингита нет возраста, да? Да. Ну, или он чаще всего в каком возрасте вообще появляется? У менингита, конечно, нет возраста, но вот пневмококковые менингиты, они встречаются в раннем возрасте, а также в пожилом возрасте могут встречать. Что характерно у взрослых, часто встречается вот менингококковая инфекция. И встречаются, как мы уже сказали, генерализованные формы менингококковой инфекции. Это менингококцемия. Вот, генерализованные формы. И хотелось бы сказать, чтобы больные не занимались самолечением. Как только у себя отмечают вот эти симптомы, как головная боль, рвота, упорная лихорадка, необходимо сразу же вызвать бригаду скорой помощи, которая доставит в специализированные учреждения. Но принимая вот жаропонижающие препараты, мы просто можем смазать клиническую картину заболевания. То есть, как мы уже сказали, рвота может быть при многих заболеваниях. Лихорадка тоже может быть при многих заболеваниях. Бывали случаи, когда в приемно-консультативное отделение доставляли больного, допустим, на первый день болезни. Привозят больного и говорят, вот с утра у него была головная боль упорная. Пациент говорит, что у него была температура. А при осмотре, на момент осмотра, температуру нет у этого больного. Потому что перед выездом, естественно, больной принял жаропонижающий препарат. Жаропонижающий. В этом плане, в плане дифференциальной диагностики, конечно, трудно будет сориентироваться врачу приемно-консультативного отделения. Поэтому рекомендуется желательно не заниматься самолечением, а сразу вызывать бригаду скорой помощи и ехать в стационар. Где уже они получат адекватное лечение от специалистов. Ну вот Инна Леонидовна, а существует ли вот, получается, ну вот у вас стационарное отделение, опять же, да, клиника имени Жакеновой, инфекционная. То есть, получается, какие-то квоты, ну, скажем, районы, областя, они же приезжают к вам, они по квотам приезжают? Нет, у нас стационар экстренный. И любой пациент, который вызывает скорую помощь, конечно, на уровне скорой помощи проводится дифференциальная диагностика, они всех подряд везут. Кому-то, если это не требуется, это амбулаторная помощь, их оставляют на дому и рекомендуют обратиться в амбулаторию или в поликлинику по месту жительства. А так, любой житель города может обратиться, вызов скорую помощь и доставиться к нам в больницу, и мы его без всяких квот принимаем, обслуживаем и оказываем специализированную помощь. То есть, совершенно бесплатно? Совершенно бесплатно, да. Совершенно бесплатно. Служба экстренная и бесплатная. И бесплатная. А вот именно, скажем, медикаментозное лечение, лекарства вообще? Все бесплатно. Все, и диагностика, и лечение, и уход, все осуществляется в рамках гарантированного объема медицинской помощи бесплатно. А вот вообще, как предотвратить распространение этой болезни или как предостеречь себя? Ну, профилактика, она такая же, как и при различных УРЗ, УРВИ, гриппах. То есть, это соблюдение правил, в первую очередь, соблюдение правил личной гигиены. То есть, стараться вот в осенний, в весенний там период, в осенний-зимний период, чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку. Например, это там, где большое количество людей, то есть, это где организованные коллективы. Это школа, детские сады, это учреждения различные, где много людей бывает. Это, конечно же, учебные заведения. Ну, и профилактика, это вакцина-профилактика, если это есть необходимость такая. Ну, вот мы, да, опять же, вакцины, да, получается, прививки, вакцины. Ну, вот смотрите, человек выезжает за границу. Что с ним делают? То есть, он обращается вообще к вам? Когда выезжает за границу, люди, как правило, есть определенные страны, где у них есть свой перечень прививок, которые необходимо пройти, чтобы не заболеть. Это есть вакцинальные центры, мы этим не занимаемся. Мы консультируем только. На уровне нашей больницы есть консультанты, которые могут по вопросам тропических конфекций проконсультировать и рекомендовать ту или иную вакцинацию. Также в целях профилактики необходимо проводить санацию хронических очагов. То есть, как мы уже сказали, бывают первичные и вторичные гнойные менингиты. Поэтому очагами могут быть после перенесенного атита, фронтита, синусита, гайморита. Необходима обязательно санация хронических очагов. Даже кариозный, тот же самый кариозный зуб. Поэтому обязательно... И обязательно выявление бактерионосителей. То есть всю беду несут это именно бактерионосители, которые сами не болеют, а в окружающей среду выделяют микробы. И они могут быть причиной как развития у пациентов локализованных, так и генерализованных форм. Например, когда люди посещают кинотеатры, никто не задумывается, что при таком большом количестве людей, если есть кто-то среди них бактерионосители, то можно заболеть сначала локализованной формы. Кто-то может заболеть, кто-то локализованной формы. То есть это будет обычный назофарингит, когда заложены снозы или першения в горле. А кто-то может заболеть и менингитом. А там в этих помещениях мало проветривается, не проводится кварцевание, не проводится влажная уборка. То есть на это нужно обратить внимание. Торговые центры, где большое количество скопления людей. И стараться, конечно, в период сезона, то есть это весенние, зимние периоды, стараться поменьше посещать такие мероприятия, где очень много людей. Вот вы даже спрашивали... Скопление людей. Да, до скопления людей. Вы спрашивали, вот как оградить даже маленьких детей. То есть вы понимаете же, когда рождается маленький ребенок, все приходят к нему в гости. Вот на этот период все-таки стараться, чтобы поменьше было общения с родственниками, контакта с родственниками. Потому что никто не застрахован, что из родственников может быть бактерионоситель или больной легкой формой, который может заразить ребенка. Поэтому стараться все мероприятия по поводу крещения или каких-то там других посещений, или праздников, дни рождения, стараться как-то вот эти ограничить. Хотелось бы услышать от вас советы врача в отдельности, скажем так, для наших дорогих телезрителей. Возможно, дорогие телезрители возьмут галочку, это все то, что вы скажете, поставят галочку. Поэтому именно совет врача. Инна Леонидовна, что бы вы посоветовали? Мне бы очень хотелось, чтобы пациенты все-таки доверяли своим врачам и в поликлинике, и в стационаре. То есть не боялись того, что их могут увезти в стационар. Никто насильно их не госпитализирует. Их осмотрят, проведут диагностику. И если никаких угроз для жизни нет, то их отпустят под наблюдение участкового терапевта или врача общей практики, если это необходимо, то тогда его госпитализируют и будут проводить специализированную помощь. То есть нужно более внимательно отнестись к своему здоровью. То есть не оставаться дома, а все-таки обратиться к врачу или вызвать хотя бы участкового терапевта, который уже определит дальнейшую тактику. Как дальше поступить? Еще бы, конечно, хотелось сказать, чтобы правильно подчеркнула Инна Леонидовна, необходимо вовремя обращаться к специалистам. И легче, наверное, предупредить заболевание, чем лечить его. Поэтому сейчас разработан специалистами практического здравоохранения, а также медицинскими вузами нашей республики разработан клинический протокол диагностики и лечения менингококковой инфекции у взрослых от 15 сентября 2015 года, согласно которому могут работать и врачи скорой помощи, которые доставляют таких больных к нам, ознакомиться с этим протоколом, а также врачи поликлиник, то есть кабинетов инфекционных заболеваний. Спасибо большое за то, что вы уделили внимание, время и пришли к нам в студию. И в конце, дорогие телезрители, хотелось бы сказать спасибо вам большое, что были с нами вместе в прямом эфире целый час. И если у вас что-то, если вы можете решить свои проблемы сегодня, не надо оставлять их на завтра. Если у вас появились вышеперечисленные врачами симптомы, обязательно обратитесь к квалифицированным специалистам. А с вами была программа Магнез де Маселе. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok